В 1994 году было еще не очень понятно, по какому пути пойдет Беларусь. В прошлом ролике мы рассмотрели, какой была политическая обстановка в Беларуси перед президентскими выборами, как принималась к ним институция, как пост президента вообще в ней появился и как развивались отношения с Россией. Если еще не посмотрели этот ролик, обязательно посмотрите. Ссылка на него в описании. А сейчас давайте разберемся, как именно Лукашенко стал президентом. Перед началом ролика, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Чтобы этот ролик увидело как можно больше людей. Итак, возвращаемся в март 1994 года. В целом о своих президентских амбициях заявило больше десятка человек. Но давайте в этом ролике остановимся на пяти наиболее значимых для белорусской истории персонах. Я говорю, к России отношусь очень положительно. Я русофил. Но я кремлефоб. Шушкевич своих президентских амбиций не скрывал. Он обладал большой медийностью и узнаваемостью. Правда, как человек, разваливший Советский Союз, для многих белорусских граждан был скорее фигурой отрицательной. Шушкевич активно симпатизировал демократическому блоку. Хотя пока был спикером Верховного Совета, ни к одному из блоков в тогдашнем парламенте не примыкал. Но после своего снятия примкнул к Весна-94. Шушкевич высказывался, что всегда разделял ценности организации, но, будучи государственным лицом, не мог себе позволить присоединиться к какому-либо общественному объединению. Весна-94 же давно искала контактов с Шушкевичем. На тот момент он был очень популярен, да и к тому же имел высокий государственный пост. Шушкевич иногда мягко отказывался, а иногда с пренебрежительными высказываниями про карликовые партии. Когда Шушкевич потерял свой пост, ему ничего больше и не оставалось, кроме как присоединиться к Весна-94, которая могла дать хоть какой-то человеческий ресурс для последующего сбора подписей. Собственно, они и Белорусская социал-демократическая партия и выдвинули Шушкевича. Своё решение партия подкрепила заявлением, опубликованным в газете «Вечерний Минск» от 11 апреля 1994 года. В оконкам Центральной Рады Белорусской социал-демократичной громады закликал все демократичные партии и рухи атак само народных депутатов Белоруссии створить демократичный блек и вылучить на президентских выборах одного кандидата. Таким кандидатом по водле социал-демократов можа стать Станислав Шушкевич. Честный человек, широко вядомый, як у нашей краине, гэтак и за ее межами. Из этого заявления следует, что в целом в демократических элитах была мысль в одвижении единого кандидата. БСДГ видела этим кандидатом Шушкевича. Что в целом неплохо, но у национально ориентированных партий и организаций к Шушкевичу накопилось много претензий. Почти все из них были связаны с его непринципиальностью. Шушкевич выступил за создание СНГ, не слишком активно выступал против создания союза с Россией, к тому же не поддержал референдум о досрочных парламентских выборах в 1992 году. Можно спросить, неужели Шушкевич мог повлиять на все эти решения? Скорее всего, да. На момент 1992 года рейтинг Шушкевича, согласно данным социологической службы «Громадская думка», имел рейтинг 51%. А именно в 1992 году БНФ активно собирал подписи за референдум. Можно теперь только представить, насколько же могло измениться общественное мнение насчет референдума, если бы Шушкевич публично выступил с поддержкой этой идеи. Также, несмотря на то, что депутатами ему помогли стать именно БНФовцы, ни один из представителей партии не получил ни одной высокой должности в правительстве. Но это все по версии Зинона Позняка. Сам Шушкевич говорит, что БНФ вообще ничего не слышал чуть ли не до самых выборов. Выдвижение Шушкевича, да еще и в качестве единого кандидата от демократических сил, вызвало еще один конфликт. Дело в том, что председатель БСДГА Олег Труссов был заместителем председателя парламентской группы оппозиции БНФ, которая в большинстве своем состояла из представителей партии БНФ. В нее же входил и Зинон Позняк, на тот момент самый популярный оппозиционный политик. В общем, Шушкевич не без труда собирает нужное количество подписей, а неприязнь двух честолюбивых политиков друг к другу только усилилась. БНФ заявили, что если во второй тур выйдет Кебич и Шушкевич, то даже тогда БНФ не будет призывать голосовать за Шушкевича, так как не считает его достаточно демократичным. В свою очередь Шушкевич заявил, что БНФ хочет прихода номенклатуры к власти. Кроме идеи, кроме понимания того, что происходит, я больше ничего не могу сделать. Карпенко почему-то часто забывают даже упомянуть как возможного претендента на президентский пост. Карпенко был депутатом Верховного Совета, а также возглавлял Молодечнинский горисполком. Времена были не сладкие, но он справился. Например, до распада Советского Союза в Молодечнин было пять заводов союзного уровня. А после распада они, конечно же, стали никому не нужны. Он отменил местные налоги, дал большие льготы малому и среднему бизнесу, и уже через год все работники этих заводов были заново трудоустроены. Так и городской бюджет был в плюсе. За счет этого построили социальное жилье для медработников. Он смог перевести работу горисполкома полностью на белорусский язык. Для тех, кто языка не знал, были организованы курсы. Он еще и убрал все советские названия улиц, и по сей день в Молодечнин нет никакой даже маленькой захудалой улицы Ленина. В общем-то, для 90-х складывается прям картинка идеального руководителя. Минусом Карпенко, несомненно, было отсутствие какой-либо организованной политической структуры. Была, конечно, партия народного согласия, но по разным причинам партийная дисциплина там хромала. Партия создавалась под яркого Карпенко, и входили в нее в основном политики второго эшелона, которых отпугивал радикализм БНФ и необходимость учить белорусский язык. БНСовцы пользовались демократической риторикой, но не слишком активно, видимо, чтобы не отпугнуть центристов. Забегая немного вперед, Карпенко позже оттуда выгонят, а политики второго эшелона выберут себе нового и не менее яркого лидера — Лукашенко. Так что да, сбор подписей дался ему тяжело, но в итоге он собрал нужное количество и даже чуть больше — 116 тысяч. Еще одной отличительной чертой Карпенко была его способность договориться со всеми. Опасаясь, что он не соберет нужное количество подписей от граждан, но начал сбор подписей от депутатов, и он был единственным, кто смог собрать подписи с депутатов-центристов. Правда, ни подписи граждан, ни подписи депутатов не помогли Карпенко стать даже кандидатом в президенты. Во время церемонии регистрации кандидатов выяснилось, что 100-тысячный барьер он не преодолел. Только 92 тысячи подписей оказались незабракованными. А с подписями депутатов получилось еще хуже. За Карпенко поставили подписи 8 депутатов от БСДГ. Правда, БСДГ же со своим кандидатом уже определилась. Им, как мы помним, является Шушкевич. Происходит странно. Депутаты, поставившие подписи за Карпенко, эти подписи решают отозвать. Хотя нет ни такой процедуры, ни, как утверждает Шушкевич, он никого ни о чем не просил. При том, что за Карпенко подписывались не только депутаты из БСДГ, а, например, и фронтовцы. Фронтовцы свои подписи не отзывали. Можно только догадываться, почему это произошло. Скорее всего, потому что электорат Карпенко и Шушкевич очень сильно пересекался. И был выбран вот такой способ устранить конкурента. В общем, ситуация загадочная. Не дождавшись решения ЦИК, Карпенко решил сделать заявление. Незалежно от решения, якое мусить принять сегодня центральная выборчая комиссия, будзе она для меня становочим ци адмонным, я загадзе сдымаю свою кандидатуру. Бо личу, что як и у политцы, так и у житти, треба подличивать и корыстаться только чистыми голосами. Брудные ж выкидываются на сметник. Отповедная письмовая заява с моим подписом подадзена у Центральную выборчую комиссию до конца регистрационного термину кандидату у президенты нашей республики. Гэта заява официйная. И хочу подкреслить, что я достатково поважаю себе самого, как бы николе не адмавляться ни от своих слов, ни от своего подписа. После этого Карпенко скажет своей команде бросить все свои силы на позняка. Значит, по-первых, я повторяю, что они мают иллюзию, что эта Россия, вот какая осталась теперь Россия без Украины и Белоруссии, что она будет демократичной Украины. Это первая иллюзия, до которой они еще не могут дойти. БНФ и Поздняк выступали против введения президентского поста. Но еще до начала предвыборной кампании БНФ заявил, что участвовать в выборах они точно будут. А позже и определились с кандидатом. Зинон Поздняк был единственной кандидатурой и его полностью поддержала партия. И это неудивительно. Поздняк обладал большим авторитетом и довольно долгой историей активизма. Благодаря ему сохранились здания Куполовского театра, Верхний город и Троицкое предместие. Во время учебы в аспирантуре Поздняк жил на улице Кольцевой в Минске, недалеко от Зеленого луга. От местных жителей ближайших деревень узнал, что где-то в этих местах в сталинские времена проводились расстрелы. Но в период застоя эту информацию решил не публиковать. Тогда это место могли просто уничтожить. Но уже в перестроечные времена он вместе с Евгением Шмыгалевым выпустил статью «Куропаты. Дорога смерти». Власть тогда не поменялась, но люди мобилизировались. Можно даже сказать, что именно благодаря Поздняку у нас появилась независимость. Поздняк на момент выдвижения кандидатуры на президентский пост уже был достаточно опытным политиком. К тому же партия БНФ была чуть ли не единственной с большим партийным ресурсом. У партии было много активистов во многих городах, которые активно включились в сбор подписей. Как результат — 230 тысяч подписей. Больше собрала только Кебич, обладавший большим административным ресурсом. Но про его выдвижение чуть позже. Главной особенностью БНФ была, конечно, их бескомпромиссность. Они четко стояли на позиции, что им нужно перестать иметь дела с Москвой, что Россия по сути своей государство имперское, что нам нужно сохранить белорусский язык и культуру, и что нам нужно создать Балто-Черноморский союз. Идея, кстати, до сих пор жива. И по нашим данным, на момент марта 22-го года большинство молодых людей в Беларуси поддерживали именно такой союз для будущей Беларуси. Насчет БНФ и фигуры Позняка активно распространялись разного рода слухи. И делалось это, конечно, Кебичем, который не стеснялся пользоваться своей властью. Так госпропаганда настаивала, что Позняка волнует только вопросы национального самосознания. И как же сильно он заставит всех говорить на белорусском. Любое сопротивление этому в лучшем случае приведет к расстрелу. На самом деле это не так. Конечно, БНФ и Позняк были очень обеспокоены национальным вопросом. Но это далеко не единственное, чем занималась партия БНФ. Они аккумулировали интеллигентов всех толков. Поэтому БНФ много работал над, например, экономической программой. Сергей Наумчик приводит в своей книге перечень экономических законопроектов, внесенных оппозицией БНФ. Там 13 законопроектов от полноценной программы по переходу Беларуси на рыночную экономику до закона о фермерском хозяйстве. Большая часть этих законопроектов, конечно, не принималась. Но депутатам оппозиции БНФ удавалось пропихнуть хотя бы часть своих положений. И этот факт разрушает еще один миф о фронтовцах. Их бескомпромиссность. Позняк и оппозиция БНФ готовы были сотрудничать с коммунистической номенклатурой, пока это не касалось принципиальных вопросов. Например, независимости. К тому же, сразу после получения независимости, партия БНФ выпустила обращение к представителям коммунистической партии. Уключайтесь у демократичный процесс. У руходраджения вольной, суверенной Беларуси. У нашей культурной, демократичной батьковщины. Никто не повинен и не будет переследовать человека, только за членство у коммунистичной партии эти комсомоли. В общем-то, к началу президентской кампании Позняк подходит на очень уверенных позициях. У него большой политический опыт, большая узнаваемость и хорошая команда, готовая работать за идею. Он собирает 216 тысяч подписей и официально становится кандидатом на пост президента. Хочу сказать, что все то, что сделали в свое время лично, допустим, я как премьер-министр, мое правительство, сегодня Лукашенко развил дальше. И очень настойчиво и уверенно эту идею проталкивает. Кебич – классический номенклатурщик советского времени. Начал свою карьеру обычным рабочим завода и дошел до поста премьер-министра. Если читать мемуары Кебича, то складывается полное впечатление, что он искренне верил в идеалы советского коммунизма. Он даже сам говорит, что ставя подпись под Беловежскими соглашениями, не верил, что это приведет к распаду Союза. Я был абсолютно убежден, что это формальный акт, что союзное государство, хоть и в усеченном его виде, возрождается, как птица феникса с пеплом. В целом, читая его мемуары, складывается впечатление подверженного пропаганде сумасшедшего деда. Может, он таким и не был во время своего премьерства, но во время написания мемуаров так точно. Например, он повторяет клише про то, что Советский Союз развалили США и про противостояние двух политиков – Горбачева и Ельцина. Но сам же до этого говорил, что распад СССР – это следствие неправильного распределения средств. Можно было бы меньше тратить на гонку вооружений, например. Также, по его мнению, большую роль в распаде сыграло падение цен на нефть и газ, что было следствием целенаправленных действий в Вашингтон. Он говорил, что СССР был способен обеспечить достойный уровень жизни для граждан. Всего-то нужно было рациональнее использовать ресурсы, иметь более взвешенную кредитную ценовую политику. То есть, всего-то нужно было полностью поменять экономическую модель. Что касается времени уже его премьерства, то проблема экономического развития Беларуси заключалась, по его мнению, в рыночной экономике. В целом, он говорит, что все было не так плохо, как, например, в России, но дефицит крупы вермишелей создавал условия для протестных настроений в некоторых группах населения. И этим активно пользовался БНФ. Вследствие адской, все лето изнурявшие землю жары, начали гореть леса, угодья, деревни. И не применули использовать ситуацию оппоненты, герои нашего рассказа. Гэти Урат и Гэти Верховный Салет разбегся, когда горит Беларусь и не мог потушить гэти пожары, что сгорели люди звездками, что горела Бажина, что горели лесы. Нам не треба тревожиться, что яны гэта не зробили, потому что мы их знаем. Нам треба тревожиться, что наш народ не тушит гэти пожары, что он назирайник, что он пассивный, что он глядит, как горит наша земля. Едва ли не все, особенно пострадавшие от огня районы, облетел тогда премьер-министр республики Вячеслав Францевич Кебич. БНФ же виноват и в темпах приватизации, развернувшихся в Беларуси. Темпы, конечно, были просто сумасшедшие, по его мнению. Но не совсем понятно, как БНФ, имея парламентское меньшинство, мог так сильно влиять на проводимую в Беларуси экономическую политику. В общем-то, люди, критиковавшие Кебича в 90-е, сейчас отзываются о нем, как о не таком уж и плохом человеке. Говорят, вот если бы мы только выбрали Кебича, а не Лукашенко, ничего бы этого не было. В это почему-то сложно вериться. Можно просто взглянуть на методы, которыми пользовался Кебич. Использование административного аппарата для сбора подписей, ручное управление СМИ, распространение про государственную пропаганду и получение нескольких миллионов долларов в нефтяной валюте на проведение выборной кампании от России. Только что он не особо промышлял политическими репрессиями. Максимум, порванный костюм Лукашенко. Но, учитывая весь остальной его аппарат, можно было бы легко предположить, что вопрос политических репрессий это только вопрос времени. Возвращаясь к ходу президентской кампании, важно сказать, что еще четыре левых кандидата выставили свои кандидатуры. Кроме Кебича и Лукашенко, это были малозначимые для этой истории Новиков и Дубко. Главная левая парламентская сила НДБ долго не могла определиться со своим кандидатом. Кебич умолял сняться Дубко и Новикова, предлагая им места в будущем правительстве и припоминая им их низкие рейтинги. Но они сказали, что хотят себя попробовать. Вся эта ситуация в итоге привозит к распаду НДБ. Весь руководство принимает решение поддерживать Кебича, не посоветовавшись с партиями, входящими в коалицию. В общем, Кебич без сомнений набирает нужное количество подписей. Он точно использовал административный ресурс для их сбора. Это легко доказывается. Молодечно, где председателем райисполкома был его соперник Карпенко, он собрал ноль подписей. А в Минске собрал в два раза меньше поздняка. Несмотря на это, у него больше всего собранных подписей. 400 тысяч гражданских и более 200 депутатских. Давайте перейдем к самой интересной части. Я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать. Поговорим про человека, которого... Расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. В целом, Лукашенко сам по себе феномен. Молодой и буйный, обещает все вернуть и все сделать даже лучше, чем было. Главным лозингом предвыборной кампании Лукашенко было «я не левый и не правый, я от народа». В целом, у Лукашенко была неплохая кампания, даже по сегодняшним меркам. Так, предвыборные листовки, раздаваемые в Минске, содержали не просто информацию о кандидате, а также расписание пригородных электричек. Нельзя не отметить и команду Лукашенко. Каким-то чудным образом ему удалось объединить вокруг себя интеллектуалов. В его штаб входили Дмитрий Булахов, председатель парламентской комиссии по законодательству, депутат Виктор Гончар и экономист Валерий Цепкало. Их сложно назвать идеологическими сторонниками Лукашенко. Гончар активно заигрывал с демократами, а Цепкало работал на Шушкевича до самой его отставки. В общем, они познакомились еще в 90-м году в так называемом демократическом клубе. Туда входили Станислав Шушкевич, и Мячеслав Гриб, и даже митрополит Филарет. Лукашенко, судя по всему, даже разделял некоторые взгляды БНФ на экономическую программу и поставил свою подпись под требованием проведения вне очередной сессии Верховного Совета в августе 91-го. А еще есть классная фотка, где на митинге БНФ на сцене стоит Лукашенко. Лукашенко в целом всегда был коммунистом, но принадлежал к немногочисленной группе тех, кто был против такого ортодоксального руководства Компартии. И в начале 91-го года сторонники этой идеи создают парламентскую группу коммунистов за демократию. Если говорить об интеллектуалах в штабе Лукашенко, то в 94-м году в его штаб ходит и Анатолий Лебедько, нынешний второй помощник Светланы Тихановской. Из лиц, который теперь часто мелькает в новостной ленте, можно еще припомнить Сергея Чалова, который также вошел в его предвыборный штаб. Как он сам говорил, вошел туда, потому что он верил только в его победу. Позже он получил должность в администрации президента. Давайте вернемся до выборов. 94-й год. Вы были у команды Лукашенко. Чему он? Ну, во-первых, мне было очевидно, что он выиграет. В истории Лукашенко точно стоит поподробнее остановиться на последнем дне весны 94-го года. Этот день действительно мог поменять вообще все. Это был день регистрации кандидатов на президентскую гонку. Но даже из этого удалось сделать политическое шоу. Первым на заседание ЦИК пришли Кебич и Позняк с Наумчиком, который был доверенным лицом Позняка. Дальше, со слов СМИ, Кебич настойчиво около минуты предлагает Позняку пожать руку. Позняк отказался и сказал, что с руками Кебича разберется потом. Кебичу, видимо, не очень понравилось быть отшитым на глазах у прессы, поэтому он примерно то же самое провернул с Лукашенко. Когда Лукашенко подошел поздороваться, он протянул ему всего два пальца вместо всей руки. Во время рассмотрения подписи Лукашенко выясняется, что Лукашенко нарушил закон о выборах президента. По закону в подписных листах должны указываться и место жительства, и место работы кандидата. Согласно бюрократическим процедурам, место работы является то, что написано у тебя в трудовой книжке, а местом жительства твоя прописка. Так, у Позняка в месте работы было написано, что он старший научный сотрудник Института Истории Академии Наук, а у Шушкевича значилось, что он директор Центра политических и экономических исследований Европейского гуманитарного университета. Геннадий Карпенко был обозначен как председатель молодечницкого рейсполкома. Александр Лукашенко почему-то постеснялся своего места работы и места жительства, и в бланках для сбора подписей указал в месте работы депутат Верховного Совета, а в месте жительства город Минск. Хотя на самом деле был председателем совхоза Городец, и прописан он был в Шклове. Не очень верится, что Лукашенко это сделал не специально. У него в штабе работал буквально председатель парламентской комиссии по законодательству. Эта оплошность была замечена ЦИКом только на следующий день. И у них стоял выбор. Либо признать свою ошибку, либо сделать вид, что так и нужно. К тому же у Лукашенко при себе не было паспорта. Когда его спросили, где же он, он сказал, что его украли и тыкнул пальцем на Кебича. Может показаться странным такая придирчивость к формальностям. Ну нет, у Лукашенко паспорт. И ладно, все и так знают, кто он такой. Обидно только, что в будущем не зарегистрироваться в качестве кандидата можно будет из-за гораздо меньшей оплошности с документами. Несмотря ни на что, Лукашенко становится официальным кандидатом на пост президента Республики Беларусь. Следует также отдельно поговорить про методы борьбы. Эту политическую кампанию сложно назвать чистой. Почти все кандидаты не чурались грязных методов. Кебич, например, не сходил с экранов и газет. Даже ЦИК попытался вмешаться в это безумие, но председатель телерадиокомпании сказал, что у Кебича столько же времени на агитацию, сколько и остальных кандидатов. Кроме того, газета «Свобода» сообщила, что люди, связанные с Советом министров, предпринимали попытки возобновления уголовного дела на Дмитрия Булаахова по поводу автомобильной аварии. Он в 1993 году сбил женщину, которая позже погибла. Против Шушкевича был использован классический метод фейк-ньюс. Четыре правительственные газеты почти одновременно публикуют перепечатку из голландской газеты Амстердам Гефюера. Ее автор, некий Ван Берст, так говорил о Шушкевиче. Именно благодаря ему, сыну поляка-католика и польской еврейке, в православной Беларуси было открыто более двухсот католических костелов, а православных церквей лишь два десятка. Шушкевич, говорилось далее в статье, позволял себе открыто и цинично называть русскоязычное население республики наиболее опасной частью населения. Кейбидж же в статье назывался чуть ли не новым мошером и создателем новой экономической системы, которая находится где-то между шведским социализмом и китайским капитализмом. Шушкевич обратился в посольство Нидерланд в Варшаве, на что ему ответили, что такой газеты просто не существует. Позже редакторы газет, опубликовавших статью, признались, что они материалы получили по линии Совета министров. Еще один способ борьбы с оппонентами — финансовый, что было невероятно просто, ведь по закону о выборах президента избирательные кампании каждого из кандидатов могли финансироваться только из государственного бюджета, а на саму кампанию каждому выделялось по 20 миллионов рублей или примерно 1000 долларов, что ну как бы примерно ничего. Поэтому нескольких кандидатов ловили на тайном использовании каких-то других средств. Например, таможня задержала груз, в котором находились листовки Лукашенко, отпечатанные в Германии. Стоимость этих листов была примерно 7000 немецких марок или 4200 долларов. Позже прокуратура установила, что Лукашенко не имеет никакого отношения к этому грузу. Но это не помешало государственным СМИ и после этого преподносить этот случай как факт нарушения законодательства со стороны Лукашенко. Позже ГОСТВ обвинит Шушкевича в трате 10 тысяч долларов на социологическое исследование. А оппозиционное издание «Свобода» и «Народная газета» опубликует стенограмму заседания, на котором Кебич говорит, что премьер-министр РФ Черномырдин продал нефть дешевле на 65 долларов за баррель под выборы. Отдельное внимание стоит уделить и тем методам, которыми пользовалась Лукашенко. 16 июня во время поездки Лукашенко в Витебскую область неизвестные обстреляли его автомобиль. Милиции про это, правда, стало известно только на следующее утро, потому что, если верить словам журналистов, Лукашенко и компания пошли снимать стресс в баню в Лиозно. Мерседес, машина в которой был Лукашенко, шел со скоростью километров 120 в час, когда его обогнала темная иномарка. Услышав два хлопка и поняв, что их обстреливают, Титенков в аффекте уронил голову на руль. А когда поднял ее, то на шоссе до самого горизонта уже не увидел сигнальных огней машины злодеев. Он резко затормозил. Остановился на обочине и обнаружил, что левая задняя дверца Мерседеса прошита пулей. Восстанавливает события журналистка советской Белоруссии. Однако следственная группа, прибывшая на место происшествия на следующий день, не обнаружила на асфальте следов экстренного торможения. Кроме того, чтобы всадить пулю в дверь так, как она вошла туда, налетчик должен был стрелять над крышей иномарки, стоя во весь рост на ее подножке. При скорости 130-140 км в час это вряд ли возможно. После проведения следственного эксперимента в субботу 18 июня на пресс-конференции перед журналистами водитель резко сбросил скорость. Сказал, будто Мерседес двигался всего-то километров 70 в час, продолжает советская Белоруссия. Темная иномарка бандитов в этом детективе присутствует как мгновенно промелькнувшая и бесследно исчезнувшая тень. Никто из троих мужчин в Мерседесе не приметил. Походила она, к примеру, на БМВ, Пежо или Кадилав. За два дня до выборов на телевидении появляется еще один сюжет, который сделан специально, чтобы опорочить репутацию Лукашенко. Было показано интервью со стюардессой, которая сопровождала правительственную делегацию в Китай. Она утверждала, что участник делегации Александра Лукашенко украл у нее купленные в Китае товары фен, вибратор и конфеты. Слова стюардессы в эфире подтвердила и заместитель министра внешнеэкономических связей. В 2019 году Кебич признается, что эта утка была запущена его командой. Несмотря ни на что, первый тур прошел и результаты были следующие. Лукашенко 44%, Кебич 17%, Позняк почти 13%, Шушкевич почти 10%. Команда Лукашенко правда была уверена, что победят они уже в первом туре и наберут примерно 58% голосов. С этим утверждением борца с коррупцией согласилась и команда Позняка. По их данным, Лукашенко побеждал в первом туре, а за ним шли Позняк и Шушкевич. Кебич занимал только четвертое место. Судя по всему, имели место фальсификации в пользу премьер-министра, и это же подтверждали и заключение международных наблюдателей. Перед проведением второго тура были организованы дебаты между Кебичем и Лукашенко. Если вы их еще не смотрели, то крайне рекомендуем. Посмотрев их, никто точно не будет удивляться, почему в 1994 году люди выбрали Лукашенко, а не Кебича. Выбор стоял между человеком, который всем видом показывал, что он энергичен, полон сил и, кажется, действительно готов навести в стране порядок. И злым дедом. Но вот как оно все повернулось. Может быть, мне не достает сегодня находчивости, может быть, мне не достает того нахальства, которое есть у некоторых других. А что касается глупости, это дело судить другим, но не мне. Спасибо. Вы сэкономили минуты 15 еще. Пожалуйста, Александр Георгиевич. Я так понял, что и нахальства, и настойчивости у Лукашенко должно хватать. Пусть будет так. Спасибо. БНФ и БСДГ, кстати, предложили выборы бойкотировать, но команда Лукашенко заявила, что им все равно на избирателей позникает Шушкевич. Главное, чтобы пришли те, кто и так голосовал за Лукашенко. Второй тур заканчивается разгромной победой Лукашенко. Он набирает 80% голосов. И, кажется, поэтому все результаты выборов теперь предопределены именно этой цифрой. Хорошо о выборе белорусского народа высказался Василь Быков. Белорусский народ у своей массы на праканцы 20-х астаодзе мео клопать не так с проблемой драджэння, як с проблемой выжывання. Хоть як небудь, хоть с большевистским рылом, а ля каб не перетворыцца у мертвяка, што у вогулі было реально. По сутності, ишел процесс помирання. Во усіх сэнсах. И важно было клопатиться, як затрымацца на крае погибелі, а не дбаць про колешнюю велич часа у ВКЛ. Народ тое отчуваў инстыктывно. И тому на перчах президентских выборах у мася сваёй не пашоў за пазняком у БНФ. Народ пайшоў за жорстким, нахабным, прагматичным директорам Саугасу, ідеи якого былі простое, як мчэння коровы, і зрозумелая дарешты. Без уваги до національних принципов Лукашэнка кінуўся до Росеў. На перш, каб выбіць атуль асабістую патрымху, а так само хлеб, бензін, газ, без яких немагчыма було б не толькі аддраджатца, але і перажыць зиму да весны. Двя домаш разумнейше отчували, што ё надбіраў ў Беларусі суверанітэт, будучню, і пазбавляў дэмократы. Але што карысти з дэмократы, калі плакалі галодныя деці? Лукашэнка натварі дзелов ўже в первые годы. От него идёт пачте вся каманда, приведші его к президентскому посту. Он сменят официальны флаг и герб на советскі, повернёт статус государственного языка русскому і уже даже обнуліться в девяносто шустом году. Но с этим мы будем разбираться в следующих видео. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на нас. Пока!